Привет! Вы на одном из лучших технических каналов в канале компании «АвтоСтронг-М». Прямо сейчас вас ждет много интереснейшего технического контента. А также не забывайте, что у нас отличный сервис, быстрая доставка и очень качественные запчасти. Прямо сейчас подпишитесь на наш канал. Итак, встречаем двигатель с Mitsubishi Colt 6, созданный Мерседесом ОМ639. В начале 2000-х компания Daimler и Mitsubishi объединили свои усилия для создания субкомпактной платформы для нескольких автомобилей. Так появился Mitsubishi Colt 6-го поколения и Smart 4-4. Основную работу сделали японцы. Они создали два бензиновых двигателя 3А9 и 4А9, о которых мы уже рассказывали. Так что ссылочка в описании. Для успешных продаж в Европе как раз таки и надо был дизельный двигатель, который создали инженеры Daimler. Поэтому двигатель на Smart 4-4 и Colt 6 дизельный немецкий. Это трехцилиндровый полуторалитровый дизель ОМ639, который был создан на базе двухлитрового ОМ640. ТНВД у них идентичные и поршни тоже. Этот дизель выпускался не так долго – с весны 2004 по лето 2006 года в двух вариантах. Мощностью 68 лошадиных сил и 95 лошадиных сил. Этот двигатель создан в традиционном мерседесовском стиле. Цепной привод ГРМ. ТНВД находится на ГБЦ, приводится распредвалом при помощи промежуточной шестерни. Четыре клапана на каждый цилиндр и гидрокомпенсаторы присутствуют. В отличие от двигателя ОМ640, который был установлен в подкапотном пространстве под углом 60 градусов, кстати, его ставили на А и Б класс, этот стоит практически вертикально. Естественно, для гашения трехцилиндровым двигателем инерционных сил первого порядка здесь установлен балансирный вал. Естественно, в унифицированном блоке места ему не нашлось, поэтому балансирный вал крепится здесь в отдельном корпусе. На нем установлен теплообменник и масляный фильтр. Балансир приводится цепью маслонасоса, вращается со скоростью коленвала в противоположном направлении, а за разворот отвечает промежуточная шестерня. Этому двигателю досталась топливная система Common Rail 2-го поколения от Bosch. Специально для этого двигателя и ОМ640 были разработаны компактные форсунки, которые впрыскивают топливо в два этапа под давлением 1600 бар. Двигатель получился довольно компромиссный. Уже серьезные поломки случались при пробеге в 100 тысяч километров. Известны случаи серьезного износа, при котором двигатель капиталили либо меняли его на контрактный. Если двигатель Smart 4.4 или двигатель Mitsubishi Colt не заводится, а именно вообще не крутит, то стоит проверить стартер либо же высоковольтные провода. Дело в том, что высоковольтные провода корродируют и просто обрываются. Вдобавок и стартер сам очень даже хлипкий. В стартере выходят из строя подшипники ротора или перестает работать Bendix из-за подгорания контактов в нем. Ну а сейчас мы начинаем нашу разборочку. На клапанной крышке установлен лабиринтный маслоотделитель. Он здесь внушительных размеров и непонятно для чего это сделано. По наличию здесь масляных отложений можно определить состояние двигателя и количество картерных газов. Но в данном случае у нас здесь все очень даже чисто. Смоленистые отложения буквально забивают маслоотделитель, после чего начинаются серьезные проблемы с картерными газами. Они буквально подпирают поршни и нарушают работу маслосъемных колец. Снимаемое ими масло не стекает обратно в картер и начинается расход масла на угар. Вместе с тем из-за сгорающего масла повышается температура в камере сгорания, образуется нагар на поршнях и клапанах и нарушается теплоотвод. И начинаются проблемы с ГБЦ. Ну а какие проблемы начинаются мы скоро об этом расскажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На этот двигатель устанавливалась турбина IHI-RH-F3 без управляемой геометрии, просто с перепускным клапаном. За этой турбиной замечено подклинивание перепускного клапана. При этом двигатель может попеременно потупливать и ехать не в полу. А может наоборот ехать как чипованный, то есть по ощущениям мощности будет больше. Также эта турбина может гнать масло во впуск, что негативно скажется на температуре в камерах сгорания. В данном случае турбина у нас сухая без люфтов и она ожидаемо пойдет на продажу. Довольно часто патрубок от турбины к интеркулеру рвется либо ослабевает либо дубеют манжеты. Это обычно заметно по запотеванию маслом. В обоих случаях мы получаем недодув турбины. Воздух просто убегает через разрыв либо неплотные уплотнения. Неполадки с клапаном EGR начинаются задолго до пробега в 100 тысяч километров. При этом клапан остается в открытом положении из-за нагара и сажи. Двигатель лишается большой доли воздуха, топливо сгорает не полностью и из трубы валит черный дым. В этом случае клапан можно очистить либо же его заглушить с перепрошивкой. Практически все версии двигателя ОМ639 оснащаются клапаном EGR с вакуумным управлением фирмы Peerbore. И только в последние месяцы выпуска начали оснащать клапанами EGR с электронным сервоприводом производителя Baller. Похожий электронный двигатель стоял на C, E и S классах. А сейчас Егор снимет вот этот, и мы его подробно рассмотрим. Вот трубка, по которой к клапану поступают отработавшие выхлопные газы. И вот в этом контуре они охлаждаются антифризом. Отработавшие газы не несут в себе масла, и поэтому в трубке относительная чистота. А вот тут уже подмешиваются картерные газы и масло из турбины, и получается вот такая грязь. Вот такая причудливая конструкция стоит между двигателем и моторным щитом. Если что-то здесь потечет, то добраться до сюда будет непросто. А вот, кстати, та самая масляная сажевая грязь, за которую так ненавидят EGR. И как раз вот здесь видно из-за какого обилия сажей клапан EGR подклинивает. Кстати, клапан EGR управляется вот этим электровакуумным клапаном. Он такой же стоит здесь и управляет актуатором турбины. Ну и в большинстве случаев никаких нареканий клапаны не вызывают. Двигатель оснащен вихревыми заслонками, которые управляются электронным сервоприводом. И мы никогда не слышали, чтобы они подклинивали и обрывались. Ну и тем самым убивали двигатель. Но при таком обилии сажей с ними по-любому должны быть какие-то проблемы. Насос Bosch Common Rail второго поколения очень надежный. Он даже по механике служит больше, чем этот двигатель. И что самое примечательное, что это первый и последний раз, когда ТНВД на двигателях Mercedes приводится промежуточной шестеренкой. Это все из-за того, что нужен был очень компактный двигатель. Свечи накала этому двигателю достались ненадежные. Обычно они выходят из строя при пробеге в 100-150 тысяч километров. Если хотя бы одна свеча вышла из строя, об этом говорит горящий индикатор накала свечей после запуска двигателя. Обратите внимание, что свечи находятся с задней стороны двигателя, то есть возле моторного щита. Они труднодоступны и сложно выкручиваются. При выкручивании часто ломаются. Это те самые укороченные форсунки Bosch, которые были специально спроектированы для этого двигателя. Так как это Bosch, они надежные, ремонтопригодные нарекания не вызывают. И в данном случае их доставали и ставили на место для замены огнеупорных шайб. Так как Егор очень молод и неопытен, в сложных ситуациях нам помогает Павел. Такого узкого вакуумного насоса мы еще не видели и все ради экономии места. И аналогично ради компактности клапанная крышка является верхней постелью распредвалов. Здесь у нас традиционная мерседесовская конструкция. Впускной распредвал приводится цепью, а выпускной зубчатой передачей. А вот ведущая шестерня, которая приводит ТНВД на впускном распредвале. Масло черное в лучших традициях дизеля. Отложений нет и износа мы на кулачках не наблюдаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эта толстенная цепь – это цепь ГРМ, которая при эксплуатации никаких нареканий не вызывает. Вот эта тонкая цепь приводит маслонасос и балансир. Да-да, тот самый балансир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нередкая проблема в двигателях ОМ639 – это трещины в ГБЦ. Они, вероятнее всего, происходят из-за повышения температуры в камеры сгорания, который в свою очередь повышается из-за начавшегося жора масла. Но как бы мы ни искали трещин здесь нет, клапаны целые, нагара тоже нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хон у нас как с завода в огне. Нет никакого намека на побежалость и, естественно, задировок у нас тоже нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мотор с Mitsubishi Colt выбитой здесь Mercedes. Пусть вас не смущает этот размер поршней, потому что точно такие же стоят на 640 2-литровом моторе. И наша традиционная рубрика состояние поршней. Состояние поршней у нас огонь. Обратите внимание, графитовое напыление просто как новое. Большие компрессионные кольца не залегли и абсолютно подвижные. И маслосъемные кольца не залегли. И если внимательно посмотреть на шатунные вкладыши, то мы не увидим там вообще никакого износа. Коренные вкладыши у нас в идеале, коленвал у нас в идеале. Упомянем, что блок чугунный с масляными форсунками для охлаждения поршней. Разборка закончена и только что мы разобрали редкий мерседесовский дизель, который на мерседесах никогда не стоял. И несмотря на то, что были проблемы с EGR, в основном мотор в идеальном состоянии. Если ты хочешь знать о моторах, то обязательно подпишись на наш канал, посети наши соцсети, заходи на наш сайт, звони, покупай у нас отличные запчасти и помни, что с тобой была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М».